И когда мы обращаемся к ключу, если мы обратимся просто к ключу без этого defaultValue, мы получим нил, потому что нил, он значение по умолчанию, нил всегда нил. Он там где-то указан по умолчанию как аргумент этой нью. А что у нас еще есть такого? DefaultValueKey. Что происходит? Мы передали хэшу блок. Ага, все круто. Мы передали хэшу, опять же, тот самый Poetry Emote. Мы можем передать как аргумент блок. То есть это предусмотрено, конечно. Блок выполнится. Смотрите, мы обращаемся у хэша к ключу, к ним получить значение, по ключу ключ. Этот ключ будет передан в этот блок, который должен выполниться для значения по умолчанию. Соответственно, здесь мы возьмем наш хэш, он тоже передался. И этому ключу присвоим дефолтное значение k. Соответственно, мы получаем defaultValueKey. Такое вот ущищление. Но, опять же, на основе этого можно написать код, который будет отлично обрабатывать нестандартные ситуации, когда вы проходитесь по хэшу и что-то в нем с ним делаете. Можно просто, тут как бы есть три пути, можно дефолт присвоить просто значение ясно и однозначно. Даже человек, который может забыть или не знать вот такой возможности, будет все представлено ясно. Какой случай будет работать быстрее, когда мы в конструкторе передадим ему стандартное значение или когда он блок во время расстроивания объекта? Я думаю, что, конечно, в первом случае, когда мы передаем стандартное значение, потому что блок будет выполняться каждый раз, так он будет просто принимать, так он просто будет присваивать уже существующее, ну да, не присваивать, вернее, а возвращать существующее значение. Если сравнивать первые и третьи методы, то третий просто многословно. Да, в втором случае он же получает параметр каждый раз. Да, ну, в том случае, в первом случае у тебя будет выполняться каждый раз, когда ты обращаешься к любому ключу, будет выполняться, нет, когда ты обращаешься к любому ключу и его нету в хэше, он не находится, будет выполняться этот блок. Окей, и дальше. Да, собственно, можно делать похожие вещи, как и с массивом, удалять отдельные пары ключ-значения по ключу, можно перебирать ими. Можно удалять все, которые не соответствуют этому условию, к каждому, к каждой паре ключ-значения применится, она будет передана в блок, если блок возвращает true, мы удаляем. Опять же, звучит довольно по-английски hash, delete, if и условия. То же самое, наоборот, keep, if, опять же, все связано с синонимами. Можно было бы ограничиться, говорить, delete, if, ставить воскресательный знак, то есть нет, и будет, работало бы точно так же, но гораздо приятнее, наверное, поэтичнее иметь синоним keep, if. Что тут у нас, shift, ну да, он выбросит его и, кстати, приведет строк, как массив. Не знаю, не пользовался. Полезные методы. Опять же, hash можно перебрать точно так же, как массив. Единственное, что в случае массива мы передавали один параметр в наше значение, то у нас тут есть key, key value. Ну, тут все просто встречается, встречалось в каждом из языков, которые мы работали. Эмологичная ситуация, так. hk, тоже замечательная вещь, по сути, итератор, то есть мы превращаем наш hash в массив, перебираем ключи, или перебираем все значения. Ещё один полезный момент, пускай это будет a1, b2. Вы догадаетесь, что вернётся, правда? Массив с ключами. Видно всем? А если мы напишем values, он вернёт массив с излучениями. Довольно-довольно удобная вещь, которая пользуется. Другие удобные методы. Например, можно спросить, есть ли такой ключ, есть ли где-то такое значение. а, и то, что я забежал вперёд. Собственно, ключи, значения и значения values add можно передать набор через запятую. Понятное дело, что по аналогии с массивом он тоже умеет знать, что такое length. Одна из популярных операций – это merge. Как видите, у нас два хэша, у которых есть один и тот же ключ b. Тот хэш, который мы… второй, который мы вмерживаем в первый, он преобладает, и у нас будет преобладать значение с b254. Однако, ему ещё можно этому мержу передать блок, в котором будет описано условие того… Блок, который будет возвращать значение того, когда должен произойти merge. Я об этом узнал совсем недавно. А если надо 3 и 4 замержить? Мержем первый, второй в первый, потом третий, то, что получилось. Такая несколько строчек? Да, можно просто… можно несколько строчек написать, можно написать… Давайте попробуем. Это у нас h1. Можно как бы gs параллозный? Можно. Можно. h2, у нас будет b, c и h3. there's… Даже не были, надо не было… … there's a lot. …, here's a lot of people. There's a lot of people. the people, I just on the line… …, here's an area… …, here's a lot of people. …, here's a lot… …, here's a lot of people. …. ... we're out there, we're out there. …, here's a lot of people… …, here's a lot of people. Да, сначала будет модифицировано первое, будет выполнено по очереди выполнено, то есть выполнится первый вызов функции, вызов первого мержа возвратит новый хэш. Объясните внимание, что у H1 Object ID такой, а у этого страшного Object ID... Либо потому, что это методный мутатор. То есть, конечно, он не меняется. Нет, конечно, он не меняется. Присылайте. Меняется, это же касательным знаком. Да, об этом тоже будет позже. Понятное дело, что есть методы, которые могут влиять на состояние объектов, у которых они вызываются, мутировать объекты для мутатора, и есть, которые просто отозвращают новое значение, как в данном случае, ничего не модифицируя. Самые веселые варианты, которые принимают в футе себя значения в виде аргумента, имутируют его. Но это, наверное, будет редкость. Окей, мерж. Что у нас еще есть? Есть замечательная штука select, которую можно выбрать из хэша то, что нам нужно. Text, структура. Забегая вперед, что там у нас дальше? Range. Сколько раз времени у нас есть? Сейчас уже пришло как раз. Давайте почаим вечеринку, как вы считаете? Нет. У нас дальше будет... Да, поинтереснее. Во всяком случае, большинство этих вещей, если не все, вы уже знаете. ... ... ... ... ...